добрый день рада всех приветствовать на своем канале и хочу показать как у меня получается моё кашпо которое я показывала на канале от начала то есть от расчета ротанга для плетения этого кашпо до окончания работы это кашпо я плела классическим методом то есть стоечки я устанавливала классическим способом отдельное отмеряла для этого кашпо рабочие ленты тоже вставляла их для начинания работы все на канале у меня все ролики есть в плейлисте плетение ротангом и вот хочу показать сколько у меня осталось и посмотрите лишнего лишнего ротанга по моему расчету просто девочки писали мне на канале и в телеграме что у некоторых при расчете не хватает ротанга но я не могу как бы говорить за других я говорю за себя у меня один раз за все время не хватило ротанга это только потому что я неправильно рассчитала расстояние когда когда измеряла стойки я измеряла стоечки вот по емкости прям ну вплотную а когда натягивала стойки у меня прям получился такой ну прям пухляш и вот из-за этого у меня не хватило ротанга но это не страшно всегда можно выйти из положения доставить и доплести и даже может быть получится интереснее чем вы рассчитывали в начале а здесь у меня получается наоборот у меня ротанг остался лишний и вот где-то даже ну сантиметров наверно 40-50 некоторые лозы у меня остались и вот такие лишние не знаю почему потому хотя я лозы все отрезала одинаковой длины но может быть какую-то там я чаще задействовал какую-то меньше и так что же я буду делать для того чтобы просто не отрезать вот эти лозы и не выкидывать но мне жалко у меня от предыдущих кашпо тоже есть такие большие кусочки вот по 30-40 сантиметров только из-за этого я убрала из расчета у меня тоже на канале есть видео где две таблички я показываю для расчета лозы когда мы устанавливаем стоечки осьминожкой и там первая табличка в ней дополнительно добавляется длина еще лозы в расчете а и вот при этом расчете но вот я часто видела такие расчеты в интернете когда начинала сама плести и всегда у меня оставался лишний ротанг и и я убрала из расчета дополнительную длину лозы это вот в том видео у меня вторая табличка ссылочку я оставлю в описании кому интересно можете зайти посмотреть и в том случае мне если правильно измеряешь ну как бы расстояние дать для расчета мне лозы всегда хватало ну пример вот мое последнее видео где я плела кашпо и лесенкой там или елочкой у меня прям идеально там хватило ротанга я считала вот по второй своей таблице но вернемся как говорится это небольшое отступление вернемся кашпо в котором у меня осталась вот такая длинная лоза что я с ней придумала сделать я придумала сделать такой необычный узор для того чтобы не отрезать эту лозу не выбрасывать а использовать ее и немножко видоизменить мое кашпо и сейчас я вам покажу что же у меня получилось и вот посмотрите вот сейчас здесь у меня вот у меня еще такие хвостики остались и вот поближе покажу вот посмотрите какая красотень у меня получилось не знаю я не профессионал поэтому я плету свое удовольствие и как мне написала одна профессиональная плетунья что если вы пишете ну говорите что это нравится вам значит вы не должны снимать видео но вы знаете мое мнение что каждая работа если вы не занимаетесь этим но не зарабатываете себе на жизнь она должна вам нравиться в первую очередь должно комфортно быть вам и вы делаете это для себя они для других вот и я плету для себя конечно ну люди которые у меня потом кашпо покупают ну это им тоже нравится но в первую очередь я плету для себя и показываю свою работу не проводя мастер-классы просто делюсь с окружающими тем что сама умею как можно выразиться плохо ли хорошо но кому-то нравится кто-то плетет вместе со мной мы все вместе учимся обсуждаем поэтому думаю что это неплохо и так опять возвращаемся кашпо вот такие я сделала двойные стоечки вот у меня посмотрите сейчас вот кусочек остался еще изначально было вот такое кашпо ну обычное стандартное до кашпо с одной стойкой здесь я сделала две косички внизу вот у меня был узор один через два потом коса малая потом узора один через один и косу я сделал большую и вот я придумала сделать вот из этих остатков вот такие двойные стоечки у меня хватило даже поставить стоечки на всю длину смотрите и еще вот остались и хвостики которые можно будет ну обрезать и вправить как я плела вот эти двойные стоечки вот сейчас вам покажу внутри посмотрите внутри тоже но все так красиво прилично получается вот такая косичка наподобие той которую вот мы закрываем плетение получается мы как бы закрыли плетение и потом дальше я вывожу лозу на на наружную сторону ведра вот сейчас если получится я вам покажу немножко поближе просто неудобно и снимать и показывать но если будет не совсем видно пожалуйста не серчайте на меня так вот у меня глаза выходит я ее вот она глаза у меня вышла из-под стойки я ее завожу под стоечку также как я плела кашпо лесенкой там или елочкой мы начинаем заводить по диагонали вот под соседнюю стоечку вот я сюда ее вывела и теперь вот так посмотрите вот я ее буду сейчас заводить вот под эти все рабочие ленты у меня получится двойная лоза вот сейчас я заведу вот сюда под эту ленту заведу под эту ленту заведу сюда и у меня будет двойная лоза здесь сразу хочу предупредить не совсем это легко делать это немножко трудновато проблематично потому что ну здесь у нас уже и так вот все натянута много как бы да вот лоз много пересечения я пользовалась лопаткой но вдруг если у вас лопатки нет можно пользоваться там любыми подручными средствами я показывала находила там такую небольшую вилочку пользовалась и ей но при желании это можно сделать и все у нас получится сейчас покажу как я буду здесь вот как выводить наискосочек у меня уже есть ролик а как заводить вторую лозу сейчас покажу вам так смотрите вот у меня глаза вышла наискосок теперь мне нужно протянуть ее через вот эту стоечку ну желательно чтобы глаза хорошо проходила сделать вот такой срез на уголок даже обычными ножницами можно в этом случае так вот такой в этом случае он будет лучше заходить и так вот у меня лоза выходит из-под рабочей ленты и я должна завести ее опять под рабочую ленту вот под первую и сразу можно завести ее под вторую как идет у нас стоечка вот я сейчас вот смотрите раз два все завела лозу самое главное следите чтобы лоза ложилась лицевой стороной не загибалась тогда будет ровно и красиво так вот смотрите вот она у меня вышла глаза вот и под одну рабочую ленту под вторую рабочую ленту под третью рабочую ленту так и сейчас я буду опускать лозу вниз параллельно основной стойке здесь у меня коса мне нужно протянуть эту лозу под косу я вставляю свою лопатку вот у меня здесь под косой тоже рабочие ленты идут над стойкой и мне нужно также провести мою вторую фальшивую стоечку тоже под эту под эти ленты вот я завела смотрите я завела лопатку и сейчас вот по лопатке я попытаюсь и провести мою вторую фальшивую стоечку да прям под каждой ленточкой вот смотрите когда ленты на как когда лопатка но более удобно но можно заводить и без лопатки сразу не впадайте в отчаяние если у вас лопатки нет все все равно у вас получится вот у меня можно протянуть до конца и потом здесь вот она вышла до всю протянуть и дальше можно заводить но я уже немножко у меня уже получается и я сейчас сразу хочу и под вторую косичку тоже сразу завести вот я вывела лопаточку наискосок и ну давайте вот так да вот я вытягиваю а так в принципе я некоторые лозы проводила прям сверху до низу сразу одновременно вот посмотрите у меня у меня получилось вот вторая у меня двойная стоечка так теперь вот я опять завела лопатку и сейчас буду проводить вот сюда вниз дальше вот смотрите у меня идет вот она так и теперь мне нужно вот здесь завести вот внизу я опять лопатку свою вставляю и через все вот эти стоечки через все рабочие ленты я буду заводить сейчас ну вот опять давайте я вытяну вот ленту вытянула аккуратно чтобы она лицевой стороной легла не кривил но потом можно аккуратненько это все подправить если они будут неровно стоять и вот я вывожу ее уже на дно так вот так смотрите вот под каждую рабочую ленту так как у нас шел рисунок и опять аккуратненько чтобы лицевой стороной у нас это ленточка наша легла об вот так ну вот смотрите вот у меня получилось и вот сейчас эту ленту я завела опять и вот такие у меня остались и хвостики которые я буду вот так отрезать вот здесь немножко оттягивайте отрезать и эти ленточки будут вот под двумя вот этими лентами они не распустятся никуда не не денутся ну при желании можно отрезать ну например вот так да и завести вот под эту косичку ну кому как нравится я сейчас все про плиту а потом уже решу как мне сделать лучше но здесь говорю два варианта вот вы немножко оттянули ее вот здесь отрезали и она у вас будет держаться это ваша вторая стоечка вот так получается не знаю мне очень понравилась такая идея даже можно мне кажется делать специально в расчете добавлять вот длину для того чтобы делать вот такие двойные стойки и можно эти двойные стойки делать из остатков которые у вас есть также можно придумать различные узоры например делать одна у вас будет стойка двойная одна одинарные потом опять двойная потом одинарные здесь уже фантазии у нас нет предела нет границ как говорится и можно придумать все что угодно можно было не делать двойные стойки а можно было так же как я делала вот в узоре лесенка можно было спускать вот узор вот так наискосок ну вот мне захотелось двойные такие стоечки вот с этой стороны посмотреть здесь вот такая получается цепочка косичка это вот у меня и вот они пошли двойные стоечки до выходить ну вот как то так но сейчас она у меня кривенько стоит потому что хвостики мешают ну сейчас вот я закончу и кашпо мою будет готова у меня осталось и здесь проплести ну буквально получается вот пять пять стоечек и все будет готово ну вот сравните вот просто обычные да у нас кашпо вот с одной стоечкой и если вот такой с двойными стоечками кашпо мне кажется оно интереснее смотрится ну так как-то необычней чем обычные поэтому если у вас даже просто остаются хвостики такие большие можно и вставлять в рисунок можно в принципе делать здесь например вот вы сделали если у вас маленькие хвостики остались и можно делать вот здесь вот так двойные стоечки можно здесь сделать двойную стоечку можно внизу сделать ну не не обязательно протягивать по всей длине ну можно делать комбинированный здесь уже вот как фантазия работает так это все можно и придумывать всем спасибо за внимание всем добра здоровья удачи до свидания спасибо за внимание czyli такие и Продолжение следует...